Друзья, всем привет! Надеюсь, что ваши праздники проходят в очень положительном ключе. Еще раз поздравляю всех с Новым Годом! Сегодня я предлагаю рассмотреть Lexus RX 350 L на полном приводе, 7-местное исполнение, набирающий популярность автомобиль. Выражаю благодарность автословно Lexus Набережные Челны за предоставление данного автомобиля на съемку. Стоимость представленного автомобиля 4 654 000 рублей. Кстати, сейчас на данный автомобиль очень большие скидки и спецпредложения распространяются. Как обычно, в этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер этого автомобиля. По традиции, начну с истории данного автомобиля, так как считаю, это более правильное начало видео. Lexus RX это премиальный среднеразмерный кроссовер, выпускаемый японской компанией Toyota с 1998 года. Впервые был представлен в 1997 году в автосалоне Чикаго. В феврале 1997 года на автосалоне в Чикаго показали концепт SLV, Sport Lodger Vehicle. В марте ему присвоили имя для линейки продукции Lexus на родине машины называются Toyota Harrier. К серийному выпуску приступили в 1998 году. На тот момент автомобиль был построен на платформе седана Lexus ES300, относящегося пусть к нижнему, но люксовому классу. Силовой агрегат на тот момент был V6, 3 литра, 220 л.с. плюс автоматическая 4-ступенчатая коробка передач. На тот момент двигатель имел настраиваемый впускной и выпускной тракты и впервые на внедорожнике изменяемый в зависимости от нагрузки фазы газораспределения. В 2000 году Lexus RX претерпел небольшой рестайлинг. Автомобиль получил новые фары, задние фонари, в интерьере изменена навигационная система, в японском Harrier навигационная система стала голосовой, а подвеска спортивной. Для американского рынка после 2000 года выпускали особую серию. Были внесены незначительные изменения в комплектации. Несмотря на то, что автомобиль вышел позже своего немецкого конкурента Mercedes-Benz M-класса, RX 300 неплохо продавался. В США на декабрь 1998 года продажи составили около 50 тысяч машин. В январе 2003 года Lexus показал второе поколение моделей на североамериканском международном автосалоне. Несмотря на значительную внешнюю схожесть с кроссоверами первого поколения, Lexus RX стал крупнее, получил побольше салон, его отделка стала дороже и автомобиль утратил некую долю внедорожности. В зависимости от комплектации, ходовая часть Lexus RX второго поколения могла быть оборудована пневматическими элементами. Переводящими подвеску в одно из пяти положений. С максимальным, средним и минимальным клиренсом, доступными для изменения вручную, а также режимом комфортной посадки и автоматическим режимом занижения клиренса для езды по автомагистрали. До 2007 года Lexus RX для европейского рынка, включая Россию, выпускался с трехлитровым двигателем 1MZ-FE и имел обозначение RX 300. Для североамериканского рынка автомобиль комплектовался другим двигателем 3MZ-FE с рабочим объемом увеличенным до 3,3 литра. Такие кроссоверы обозначались как Lexus RX 330. Далее двигатель заменили на 3,5 обозначение 2GR-FE Lexus RX 350. Абсолютно независимо от установленного силового агрегата, а коробкой передач кроссовера второго поколения служила пятиступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью ручного переключения для европейского рынка. Роль центрального дифференциала играет виска муфта. Также в 2007-2008 годах был проведен рестайлинг. Изменена немного решеток кардиатора, ручки дверей стали хромированными, добавили новые 18-7 диски из легкого сплава с жидким графитовым покрытием. В феврале 2008 года Lexus добавила новую версию Pebble Beach Edition, выпущенную в объеме 6000 единиц. Эти модели с ограниченным производством имеют значки Pebble Beach на передних крыльях и вышиты на передних ковриках. Версия была доступна в цветах Black Onyx и Truffle Micah. Производство второго поколения закончилось в декабре 2008 года. Гибридная версия появилась в 2005 году. Силовой агрегат – бензиново-электрический гибрид, объем 3.3, мощность 211 л.с. Тип трансмиссии – планетарная передача. Тип привода – автоматически подключаемый, полный. Lexus RX 400h стал вторым в мире массово производимым гибридным кроссовером после Ford Escape Hybrid и первым гибридным кроссовером класса Luxe. Благодаря использованию гибридной установки автомобиль сочетает в себе спортивные повадки наряду с низким расходом топлива. Я катался в свое время на таком гибриде, подтверждая автомобиль обалденный. Впервые он был продемонстрирован в январе 2004 года на североамериканском международном автошоу. В ноябре 2008 года был проведен полный редизайн гибридного кроссовера и третье поколение RX 450h было продемонстрировано на моторшоу в Лос-Анджелесе. Третье поколение. В 2004 году началась разработка следующего поколения Lexus RX. В первой половине 2007 года разработка была закончена. В октябре этого же года был оформлен патент на этот автомобиль, а чуть позже, 19 ноября, модель была представлена на токийском автосалоне. 28 ноября 2008 года сошел первый RX с конвейера. Новое поколение на внутреннем японском рынке стало продаваться как Lexus, а не как ранее Toyota Harrier. При этом прошлое поколение Toyota Harrier, он же Lexus RX XU30, осталось на конвейере до 2013 года. Выпускаясь параллельно с новинкой, рестайлинговая версия была представлена на женевском автосалоне в марте 2012 года. С новыми дисками, цветовой палитрой интерьера, новыми передними фарами, задними фонарями и новой решеткой радиатора. Продажа обновленной версии началась в апреле 2012 года. Третье поколение было протестировано на безопасность только в США. В апреле 2015 года на автосалоне в Нью-Йорке компания Lexus представила четвертое поколение кроссовера RX 2016 модельного года. Автомобиль получил полностью обновленный внешний и внутренний вид, улучшилась производительность и управляемость. Новый Lexus RX оснастили двигателем 3.5 V6 мощностью около 300 л.с. и 8-срепенчатой автоматической коробкой передач. Lexus RX 4 поколения стал еще более спортивнее, в его экстерьере преобладают острые грани, благодаря чему он существенно отличается от предшественника. Lexus получил стандартные светодиодные ходовые огни и светодиодные фары с линзами L-образной формы, в которых используется один и тот же светодиодный источник для дальнего и ближнего света. Огромные задние фонари также выполнены по светодиодной технологии и размещены так, что заходят за боковины кузова и на значительную часть пятой двери. Интересно, что в стандартное оснащение Lexus RX 350 для российского рынка входят полностью светодиодная оптика, это ходовые огни, противотуманные фары спереди и сзади, фары ближнего и дальнего света, указатели поворота, задние фонари, безусловно датчик света и датчик дождя, шумоизолирующее ветровое стекло с обогревом всей поверхности, Еще очень много дополнительных систем. Более топовые комплектации в зависимости от уровня оснащения могут предложить диски из легкого сплава на 20 дюймов, подогрев руля, подогрев и вентиляцию передних сидений, электропривод задней двери, навигационную систему с дисплеем 12,3 дюйма, Накладки на пороге со светодиодной подсветкой, адаптивную подвеску, премиальную аудиосистему Mark Levinson с 15 динамиками, версию F-Sport отличают спортивный обвес и спортивная отделка интерьера. И поверьте мне, вживую это смотрится ну очень круто. Если базовый RX нового поколения впервые в своей истории оснащен двухлитровым трубомотором RX200T, то под капотом RX350 находится знакомый по прежним поколениям двигатель 3,5-6 цилиндров серии 2GR. Теперь он представлен в модификации 2GR FKS, объединяющий в себе непосредственно в пресс-топливо с темой 2 новой измене фаз газораспределения расширенного действия и режим работы по циклу Миллера. По сравнению с предыдущей модификацией прибавка, в мощности составляет порядка 19 л.с. Двигатель выдает мощность в 294 л.с. при оборотах 6300, крутящий момент 360 нм при оборотах 4700 и работает совместно с 8-ступенчатой автоматической коробкой передачи. Средний расход топлива составляет порядка 9 литров на 100 км пути. По архитектуре ходовой части RX350 повторяет модель предыдущего поколения. Те же амортизационные стойки McPherson спереди и двойные поперечные рычаги сзади. Но подвеска основательно переработана за счет увеличения жесткости отдельных элементов, стабилизаторов, пружин и сайлентблоков. Изменили расположение двигателя для оптимального распределения веса между передней и задней частью. В комплектации F-Sport стандартно установлена адаптивная подвеска со спортивными настройками и системой активной стабилизации. Дорожный просвет составляет 200 мм. Привод подключаемый полный. В обычных условиях крутящий момент полностью передается на передние колеса. При проскальзывании активируется задняя ось. В качестве опции вы можете заказать систему контроля слепых зон, ассистент выезда с парковки задним ходом и другие элементы помощи. Длину 7-местный кроссовер вытянут на 5000 мм, ширину не превышает 1895 мм, а высоту достигает 1710 мм. При полной загруженности пассажирами у среднеразмерного SUV остается лишь номинальный багажник. Его объем насчитывает всего 176 литров. Галерка складывается двумя равными частями, увеличивая запас пространства до 650 литров при загрузке под потолок. А средний диван трансформируется в пропорции 40-20-40, давая грузовые возможности передверки до 1656 литров. На этом обзор Lexus RX 350 2018 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Пока, друзья! Субтитры подогнал «Симон»! Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова